Чебоксары Чем примечательно это было время для вас лично, ну и для города? Что сделано, что еще пока в проектах, но планируется сделать? И какие трудности и проблемы были? Это время нельзя вырывать из контекста общего времени и работы депутатского городского собрания, городской администрации. Задачи и цели были поставлены главой республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым. Эти задачи и цели успешно выполнялись всеми, кто занимался в этой работе, кто работал в этой, принимал участие в этой большой работе. Это и каждый член городского собрания депутатов. Работали наши депутатские комиссии за это время совместно с городской администрацией. Работала и городская администрация одновременно. Работали слаженно, совместно, и поэтому у нас есть хорошие результаты. Во-первых, реализация первой ветки Московского моста. Второе, мы в городе сумели завершить программу переселения из ветхого жилья, из аварийного жилья. И вот сейчас начинается новая программа. Была хорошая федеральная программа «Качественные дороги». Была во всей программе «Комфортный город» и программа «Качественные дворы». На все эти цели были потрачены средства федерального бюджета, республиканского бюджета и в какой-то части средства городского бюджета. По программе «Комфортный город» на качественные дороги в прошлом году было потрачено 736 миллионов рублей. На 2018 год эта программа продолжена, и сумма средств, выделяемых из федерального бюджета, увеличилась на 100 миллионов рублей. Была очень большая работа проведена по ремонту, переоснащению Московской набережной. Набережная длится 5,5 километров, и был проведен огромный комплекс работ, который по-новому заставляет теперь уже видеть город со стороны Волги. Была большая работа проведена просто по городу в целом, по озеленению. Было много всего сделано по экологии, началась рекультивация пехтулинской свалки, которая продолжается до сих пор. То есть много работы, которая была сделана в городе, и много работы, которая была сделана с участием депутатов городского собрания, которые, как крыло законодательной власти, принимали решения по формированию бюджета, по расходу средств бюджета. Именно те цели, которые необходимы для того, чтобы город развивался. Но мы все заметили, да, что город действительно преобразился. А на чем будет дальше строиться ваша работа? На чем будут сделаны главные акценты? Ну вот, в 2018 году продолжится такая федеральная программа, как «Безопасные и качественные дороги». Средства будут выделены, и планируется еще 30 улиц привести в надлежащий порядок. Будет продолжена реконструкция части Московского проспекта. Будут закончены работы по 30-й дороге. Будут начаты работы на улице Фучика, на проспекте трактов строителей. Работы много. И эту работу, все-таки, думаю, что мы проводим хорошо. По итогам 2017 года можно сказать, что по результатам этой программы нам удалось еще и дополнительно закрыть, или, как сказать, заасфальтировать, устроить дорожные покрытия на 46 улицах частного сектора, где никогда не было дорог. Туда шла крошка, которая снималась с улиц, которые капитально ремонтировались. Это тоже считается очень большим достижением. То есть очень много планов по городу еще более преобразиться. На днях мы сделали определяющий выбор для страны. Выбрали президента России. Как вы оцениваете, как в городе прошла предвыборная кампания и сами выборы? Я считаю, что здесь вся кампания прошла на очень высоком уровне. Чисто, как это сказать, на хорошем подъеме. Можно сказать, что люди все прекрасно понимали, что происходит. А ведь это очень серьезный шаг выбора президента Российской Федерации. Мы стояли у порога больших перемен, ожидаем больших перемен. И все в городе однозначно определили свой выбор. У нас очень большое количество голосовышев отдали свои голоса за то, чтобы нашим президентом стал Владимир Владимирович Путин, которого все хорошо знают и которого огромная масса населения хотела видеть своим президентом. И они этот выбор сделали. Мы в этот же день выбрали еще и общественные места, которые будут благоустраивать в первую очередь. А вы сами за какие места голосовали? И удивлены ли итогами? Я считаю, что голосование по общественным пространствам было проведено очень красиво, аккуратно. Не только просто люди приходили и выбирали. Они общались в этих комиссиях перед выбором. Мы тоже встречались с трудовыми коллективами. И всех интересовал этот вопрос, какое же пространство будет преобразовано в первую очередь, какое во вторую. Люди очень активно провели это голосование. Это показывает то, что нашим жителям очень дорог наш город, что они его очень любят, что они выбрали действительно те пространства, которые выделяет наш город среди остальных. Красная площадь – это визитная карточка города, столица Чувашской республики. И все те, кто любит город, конечно же, выбрали именно это место. Там, куда приходят наши гости, где мы встречаем наши праздники. Это место постоянно посещают туристы. И действительно, все горожане хотели, чтобы оно было самым красивым. Московская набережная будет отличать наш город от других. Она будет протяженностью 5,5 километров. И это будет целый комплекс со сходами красивыми к набережной, сходами на пляжи. Будет простираться до парка 500 лет, до Новой Амазонии, которые тоже будут перестроены и переделаны под гидой ожидания праздника, 550-летия нашего города, рождения нашего города. Вы сами и голосовали тоже за эти места. Да, да. И вот горожане правильно восприняли идею о том, что общественные места нужны не только в центре города, где можно отдыхать и ходить с семьей, с друзьями, а нужны еще и в каждом микрорайоне. Город сильно развивается, растет. Наше население уже перевалило за 500-тысячный рубеж. И сейчас эти общественные пространства очень нужны в каждом микрорайоне. И вот наиболее активно горожане показали, что в районе магазина «Шпашкар» должно быть такое общественное пространство недалеко от постоянного места жительства, куда можно прийти и поиграть там с детьми, встретить друзей, почитать газету в конце концов, посидеть спокойно, пообщаться со своими друзьями, сыграть в шахматы. И не обязательно ехать на залив, не обязательно ехать на Волгу, на набережную, что, в принципе, можно сделать. Ну вот, лето короткое, и хотелось бы его провести очень с пользой. Они выбрали это. То есть город будет преображаться еще лучше и красивее? Да. И все остальные пространства, вот предложено 18 пространств, это не значит, что сейчас выбрали три, а все остальные останутся, они будут так же сделаны, так же будут они, эти пространства сформированы, построены, но уже вот в ближайшее время. Первые вот эти три пространства в первые два года будут обязательно сформированы, сделаны. Евгений Николаевич, спасибо за интересный и содержательный разговор. А я еще раз напомню, что с нами был глава города Чпоксары Евгений Николаевич Кадышев. До встречи в эфире. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!